Экстремальные условия антарктических почв и вечно-мужных осадков как модели сохранения жизнеспособных организмов. Лера Сойна, пожалуйста. Мой доклад вообще честно переплетается с докладом Анна Ильича Млюнкен, с которым мы долго совместно работали и надеемся на дальнейшие наши совместные исследования. Мой доклад это чисто обзорный доклад по тем данным, которые были получены в результате многочисленных исследований Антарктиды и арктических мёздных осадков. И данные, которые определяют важность исследования таких экстремальных холодных мест обитаний для решения очень многих задач. Исследование микробных сообществ позволяет решить многие проблемы. Это и фундаментальные проблемы почвоведения, биологии и астробиологии. Какие это проблемы основные, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что тоже неоднократно обсуждалось, это непрерывность эволюции жизни на Земле, сохранение в условиях длительного холода в ранний период эволюции нашей планеты, это определение пределов жизнеспособности микробных клеток, это функционирование разнообразных микроорганизмов и их участие в почвеобразовательных процессах в экстремальных холодных условиях, это возможность существования земных форм микробных жизней и как в условиях космоса, так и в составе различных космических тел. Ну и чем, на мой взгляд, интересны данные места обитания? Они представляют такой наибольший интерес, потому что они сформировались и формируются в условиях минимального антропогенного воздействия. Раньше было распространено мнение о том, что это действительно наиболее чистое экологическое место обитания, но все-таки минимальное антропогенное воздействие там существует. Но тем не менее, эти места сохраняют природные механизмы адаптации микробных сообществ к экстремальным условиям. Ну, надо сказать, что вообще основные представления об устойчивости микробных сообществ сложились в первую очередь в результате многолетних исследований арктических нужных толщ. Здесь, конечно, большая роль принадлежит тем исследованиям, которые были проведены под руководством Дарьда Абрамовича Юлищинского. Но тем не менее, если сопоставить то, что было сделано еще и по исследованию в Антарктиде, можно заключить следующее, что, во-первых, была выявлена в целом устойчивость материальных сообществ к различным физическим и химическим факторам, это и радиация, и по поводу радиации у нас здесь есть интересные очень данные, исследования, которые представлены в стендовом докладе, и по поводу радиации, и по повышенному содержанию солей, колебаниям температур, включая как высокие температуры, так и чередующиеся процессы замораживания арктидами. Второе, очень важное такое положение, это структурная устойчивость материальных клеток в нативных образцах. Ну, здесь было представлено, в следующем докладе были представлены замечательные фотографии, которые иллюстрируют такую структурную устойчивость, и действительно, те покоящиеся формы, те типы покоящихся форм, которые были обнаружены в модельных опытах путем искусственного создания условий, когда клетки переходят в это покоящее состояние, позволили описать так называемые портретные характеристики, сопоставить с теми структурами, которые были обнаружены непосредственно ин-ситу микроскопическими методами в нервных толщах, и, соответственно, охарактеризовать состояние клеток, ну, охарактеризовать состояние физиологическое состояние микроорганизмов, в том числе бактерий, в естественной среде обитания. Надо сказать, что физико-химические условия и процессы формирования таких биотоков, они, вообще-то говоря, имеют существенное отличие, различие, на которые как-то до сих пор не очень обращают внимание. То есть, в основном, эти исследования, которые проводились, они не различали разные типы места обитания, это поверхностные слои, это почвы, прежде всего, антарктические почвы, и подпочвенные осадки. И, соответственно, условия формирования, и климатические условия, и иные физико-химические условия, они не могут не влиять на структуру микробных сообществ, на сохранение их жизнеспособности, на механизмы адаптации, скорости и репарации. Вот для мёрзных антарктических и арктических осадков была сформулирована гипотеза, что длительное воздействие стресса низких температур в вечных мёрзных осадках рассматривается не как экстремальное, а как стабилизирующее, которое поддерживает способность, жизнеспособность клеток и способствует адаптаться к таким условиям. То есть, вначале, когда проводились эти исследования, считалось, что это наиболее экстремальные условия, и там вряд ли сохранится жизнь, но оказалось, что нет. Это действительно стабильное условие, и это закрытая система, она характеризуется отсутствием инфильтрации воды, наличием незамерзших плёнок воды в новых осадках. Здесь происходит перенос ёлок и газов, и наличием органоминеральных комплексов с иммобилизованными микробными клетками и органическими макромолекулами. Что касается особенностей бактериальных и микробных сообществ в новых толщах, основные представления, основные сведения сложились у нас как раз в основном на основе исследований арктических вечно-народных отложений. Надо сказать, что антарктические вечно-народных отложения изучены, слабее, и фактически здесь были сделаны такие очень известные исследования, и в основном меловые толщи изучались в районе сухих долин, антарктических, которые считаются наиболее экстремальным, холодным, сухим местом обитания. И работа, вот здесь предприведены обзоры тех работ, которые были сделаны, и тех данных, которые были сделаны в результате этих работ. И они показали, что действительно меловые толщи от арктиды, они достаточно полноценно и разнообразны, но все-таки по численности, как и по прямому счету, так и по численности культивированных хор, все-таки меловые толщи от арктиды, они являются более бедными по сравнению с арктическими толщами. Ну, было опять-таки подтверждено, что в арктических осадках тоже большинство бактерий сохраняют свою жизнеспособность в течение геологического времени без образования генетически обусловленных, вот как сегодня говорилось, похожихся форм. И здесь вот у меня тоже приводятся фотографии, фотографии, которые были сделаны в старирующей микроскопе, которая позволяет наблюдать изменение клеток в процессе замораживания и оттаивания. И здесь хорошо видно на верхней фотографии, что действительно клетки, это клетки шарообразной формы, они не изменяют свою структуру при замораживании и оттаивании от плюс 5 до минус 20 градусов. Что касается просвещивающей электронной микроскопии, то здесь тоже я хотела бы привести пример того, как клетки сохраняются и клетки сохраняются в мёртвых толщах, так же точно, как и в других подобных местообитаниях, сохраняются достаточно хорошо и окружены таким вот матриксом. Они заключены в матрикс, который, видимо, позволяет сохраняться им в условиях вот таких вот случаев низких температур. Бактериальные сообщества антарктических осадков представлены в основном аэробными психотолерантными формами, в меньшей степени выявлялись анаэробы и психофейные формы, но это только по тем данным, первым данным, которые были получены вот теми исследователями, о которых я упоминала. Тем не менее, исследования в этом направлении продолжаются. Считается, что источником микробного разнообразия в мёртвых осадках является микроорганизм, который заселяет верхний активный надмозглотый горизонт. Ну и вот, соответственно, если сопоставлять численность микроорганизмов по прямому счёту, то в антарктических осадках, здесь вот как раз очень хорошо видно, значительно меньше выявляются микроорганизмы по сравнению с артическими осадками, то есть фактически на 2-3 порядка меньше. Ну и также было показано, что в антарктических осадках сохраняются микробные метаболиты биомаркера. Кроме того, в антарктических исследованиях микроорганизмов антарктических толщ показали, что в этих толщах сохраняются природные механизмы устойчивости к антибиотикам. Ну, более такие, более конкретные данные будут представлены у нас на стендовом докладе по поводу устойчивости к антибиотикам. Впервые такая устойчивость к антибиотикам международных штаммов была выявлена у изолятов, которые были получены или выделены из арктических толщ. И тогда впервые было показано, что действительно древние микроорганизмы, которые законсервированы в этих мелких толщах в течение многих тысяч и миллионов лет, они сохраняют вот эту свою природную устойчивость к антибиотикам. И исследования антарктических почвосадков, которые были приведены в нами сравнительно недавно, показали, что такие же устойчивые к антибиотикам микроорганизмы присутствуют и в условиях Антарктиды. Надо сказать, что изучение механизмов устойчивости к антибиотикам представляет большое интересное с тем, что в клинических условиях, в условиях клиники очень быстро распространяются детерминаты устойчивости к антибиотикам. И, соответственно, изучение тех организмов, которые либо были законсервированы в мелких толщах, либо они находятся в экологически чистых условиях, они являются такими очень интересными ценными объектами для того, чтобы изучить эволюцию распространения генетической устойчивости к антибиотикам и, соответственно, изучить саму кровоустойчивость. И самое интересное, что оказалось, что выделенные нами изоляторы они обладают устойчивостью не к одному антибиотику, а обладают у него множественной устойчивостью. И это был такой полученный нам результат. Он представляет собой большой интерес в связи с тем, что вообще имеется такое мнение о том, что быстрое распространение устойчивости к антибиотикам объясняется применением антибиотиков, интенсивным применением антибиотиков в клинических условиях. И, кроме того, почва является резервуаром вообще говоря тех бактерий, которые обладают такой вот устойчивостью множественной и способствуют переносу генов устойчивости в организм. То есть являются источниками фактически устойчивости множественной устойчивости к антибиотике. Мы вам показали, что вот эта множественная устойчивость является таким вот природным свойством и это было показано на тех бактериях, на тех микроорганизмов, которые сохранялись как в условиях вечной злоты, так и в таких вот природных чистых условиях с минимальным агропогенным воздействием. Таким образом, в криогенных условиях существуют механизмы, которые фактически предотвращают накопление генетических повреждений вот в условиях такого длительного и стабильного воздействия низких температур. Теперь следующие данные, которые были получены, которые тоже многократно вообще обсуждаются, это число культивированных форм и вступает показателям общей численности потенциально жизнеспособных бактерий. Ну, здесь вообще можно много говорить по поводу вот этого вывода, и сегодня тоже были представлены данные, что это могут быть образовываться не культивированные формы, это могут быть покоящиеся формы, которые отличаются разным уровнем покоя. Особый интерес предоставляют, конечно, не спорообразующие бактерии, которые формируют такие покоящиеся структуры. Но здесь нужно сказать еще следующее, что большое значение для выделения культивированных форм имеют все-таки условия, физико-химические условия формирования толщ и формирования образования почв, которые влияют как раз на способность реактивации таких вот организмов из таких эстернальных мест обитания. Надо сказать, что до недавнего времени у нас основные представления о многообразии, о функционировании микроба сообщества жили все-таки на основе таких вот общепринятых методов. Это культуральные методы, это микроскопические методы. Но соответственно внедрение молекулярно-генетических методов расширили наше представление о разнообразии микробных сообществ в таких местах обитаниях. Ну и я здесь не привожу здесь очень много работы, много обзоров, я не привожу здесь, к сожалению, вот авторов, которые опубликовали такие обзоры, но тем не менее в основном вот в многих методических осадках были выявлены представители 11 филмов, из-за них относящиеся к аксинобактериям, это протеобактерии, филмойкуты, бактероидос. И самое интересное, было сопоставлено это все, вот эти данные были сопоставлены с арктическими мелодовыми толщами, и представители таких же филмов были выделены и в арктическом разнообразии. Соответственно, был сделан вывод о том, что представители представители наиболее адаптированы к реагенным условиям новых осадок и могут встречаться вот в таких местах обитаниях. Ну, здесь у меня как раз приводится как раз эта таблица из обзора, который был опубликован в журнале Antaxx Terrestrial Microbiology и здесь как раз выделяются то есть показаны те филмы, которые обнаружены в разных типах пермофроста, в разных типах мерных толщ. Это антарктические толщи, это сухие донуны, это антарктические почи прибрежных районов Антарктиды, канадские арктические пермофрости, нежлота, то есть здесь показано как раз наличие таких представителей, которые присутствуют практически во многих образцах и антарктических осадков и арктических осадков. Услойчивость бактерий и в Арктике, и в Антарктике обусловлены специфическими биохимическими особенностями, которые позволяют противостоять разрушительному действию льда и концентрированным солевым раствором вокруг клеток в осадках. Здесь много было сделано исследований. У нас в университете накапливали по-человению совместно с Институтом микробиологии и с Мичиганским университетом Соединенных Штатов, которые показали, что механизмы адаптации прежде всего объясняются структурной случаясь. И было показано, что в условиях повышенной концентрации солей при замораживании в осадках продуцируются осмокпорцекторные вещества, которые фактически предохраняют под замораживание. В этой верхней фотографии здесь показана клетка неголофильная бактерия. Обычная бактерия микрокоп, которая сохраняется в длительное время в среде с концентрацией 12% натрий-хлор. Это обычно клетки коллекционных культур не выдерживали такое хранение, а эта клетка выдерживала и образовывала такую структуру с утолченной клетчевыми стенками, которая фактически похожа на те формы, о которых говорил Андрей Кулович. То же самое при замораживании клеток до минус 90 градусов и дальнейшей фиксации. Это метод, который применяется для того, чтобы фиксировать клетки в замороженном состоянии. То же самое видно, что сохраняется структурная устойчивость клеток. Это их особенность. пределы устойчивости организмов тем не менее к экстремальному условию всякие доказательные сны. И несмотря на многочисленные исследования различных вариантов покоящихся форм и многочисленные исследования воздействия экстремальными факторами на клетчевую структуру все равно не дают нам окончательного ответа на возможное продолжительное сохранение жизни. Как уже отмечалось, я уже не буду повторяться, что в условиях стресса часть переходит в неккутивируемые состояния упокоящейся формы. Мне бы хотелось прокомментировать в отношении образования неккутивируемых упокоящихся форм. Да, это основной процесс, который происходит в данных биотопах и не дает нам возможности выявлять биоразнообразие, которое присуще данным местообитания. И здесь конечно действительно широкий простой для средствования методов реактивности. И конечно я согласна с Андреем Львовичем в том, что к сожалению многообразие микроэнгазии настолько велико, что приходится каждый раз фактически варьировать эти условия реактивации для того, чтобы выделить эти культуры из образца и дальнейшую с ними работать. Здесь могут быть разные варианты, и те, которые приводил Андрей Львович, и в том числе применение ростовых факторов микробного растительного происхождения. Но я хочу сказать еще один метод, который может применяться для того, чтобы выделять наибольшее количество прокариотов мертвых осадков это замораживание оталий. Замораживание оталий вообще считается, что это такой стрессовый фактор, который может приводить к гибели микроорганизмов. На самом деле это не всегда так, и если речь идет об образцах арктических, арктических, то в этом случае часто бывает так, что у нас выявляются так называемые стерильные образцы, из которых вообще невозможно выделить какие-то кутерильные формы. Но после многократных циклов замораживания оттаивания мы повышаем выход таких культивированных форм до уровня где-то 10-4-10-6 степени клеток на град. Да, здесь действительно этот метод замораживания оттаивания позволяет выделить не всех микроорганизмов, а только какие-то определенные, которые на это реагируют. И здесь объяснение этому заключается в том, что часть клеток, которые погибают в образце при замораживании оттаивания, они автализируются и могут выделять в среду различные вещества, различные гиболиты, которые, наоборот, ускоряют рост и выделение других связанных с этими организмами клеток, с этими погибшими клетками клеток. поэтому получается, что здесь помимо различных условий, о которых говорил Андрей Львович, можно применять метод замораживания оттаивания. в том, что видим, что межные осадки антарктида рассматриваются как наиболее древние экстремальные холодные места обитания, то здесь надо сказать, что все-таки тем не менее, несмотря на многочисленные исследования, все равно мы сталкиваемся с некоторыми вопросами, проблемами, у которых пока нет ответа. Нет ответа на следующие вопросы, это как долго могут сохраняться клетки в жизнеспособном состоянии биомолекул в антарктической нермате, это одна проблема, которая требует дальнейшего исследования. Дальше, возможно ли хотя бы минимальный метаболический активность ин-ситу, как это было выявлено в арктических осадках от Елизаветы Михайловны Ривкиной и рядом еще других зарубежных авторов, конечно, считается, что все-таки антарктическая межлота более экстремальная, арктическая, но по крайней мере в силу того, что там были низкие температуры. И, конечно, ожидать, что так легко будет обнаружить минимальную метаболическую активность, я думаю, это не следует, но тем не менее какие-то попытки в этом направлении должны все-таки делаться. Дальше надо сказать, что все-таки данные о жидкоспособности микробных сообществ именно в мерзлоте, то есть именно в подпочечных осадках, пока все-таки остаются не многочисленными. И это требует расширения районов исследования и, соответственно, тогда уже получения каких-то выводов о биоразнообразии и о сохранении таких сообществ именно в антарктическом животе. Но надо сказать, что до последнего вообще до настоящего времени никто никогда не разграничивал, не разделял антарктические почвы и антарктические норвые осадки как два разных типа места обитания, в которых могут сохраняться. Но на самом деле все-таки антарктические почвы могут рассматриваться как более экстремальное место обитания по сравнению с нежележащими норвыми осадками. Они отличаются нестабильными экстремальными условиями, в отличие от стабильных в мерзлоте. Это обусловлено различиями во временной пространственности, составляющей радиационного баланса поверхности, дальше разница среднемесячных температур поверхности, амплитуда, показателях и источников глади, влияния гетра и так далее. Это может влиять на специфику заселения микроорганизмов и их функциональные свойства и сохранение жизнеспособности. В основном все исследования проводились в районе Западной Антарктики и в основном проводились преимущественными исследователями. Ими было показано, что бактериальные сообщества крайне гетерогенные. Переразнообразие зависит от климатических условий. Были сделаны работы по влиянию ионов кари, кальция, магния, PH на распространение этих микроорганизмов в зависимости от распространенных солей и так далее. Было показано, что очень гетерогенно распространение микроорганизмов по горизонту. Но тем не менее, опять-таки, молекулярно-генетическими методами были обнаружены практически во всех исследованных почвах, были обнаружены представители различных филомов, которые у меня представлены. и соответственно это говорит о достаточно высоком разнообразии. Сравнительно недавно были начаты исследования ранее не исследованных почв восточной Атарктиды. И эти почвы межгодных влажных долин Айсио-Арсармана, где на таких мокоземистых субтатах формируется различные покровы это маховые, водорослые, лишайниковые и так далее. И особенностью этих почв является то, что они формируются под защитой каменной листовой, организм уходит с поверхности внутрь и формируется органоминеральным горизонтом. Он находится не на поверхности, а внутри нее, и поэтому микропрофили могут формироваться по обе стороны органогенного горизонта. Здесь надо сказать, что эти почвы существенно отличаются от почв от пороги, я бы хотела сказать, что здесь проявляется та же тенденция, как и почвы в сухих долин. То есть микроэнголизм уходится с поверхностью внутрь, под поверхностным слоем, который является наиболее экстремальным. В результате исследования почв влажных долин было обнаружено, что численность бактерий значительно выше, чем в почвах сухих долин. И наибольшие показатели численности обнаружены под каменным островом. Было также обнаружено, что количество колоний образующих единиц, то есть культивируемых форм, оно коррелирует с содержанием органического природа и указывает на то, что значимая часть этого вещества с половиной доступна для бактерий но слабо связана с минеральной матрицей и слабо гумифицирована. Комплексное исследование таких почв показало, что доля жизнеспособных клеток в исследовании почв составляет 60% и больше, что свидетельствует это высокое устойчивое бактерии к воздействию неблагоприятных факторов. Моркулярно-биологическим методом было показано, что в образцах были выявлены представители двух доменов прокариот это бактерии и архибактерии и во всех образцах все-таки глинировали бактерии и ниже была доля домена архибактерии примерно на 13-19% от числа всех выявленных прокуривок. Ну и также интересно отметить, что в данных почвах были обнаружены практически похожие представители тех же филомов, которые были обнаружены в арктических и антарктических осадах. Дальше было выявлено высокое содержание фильтрующихся форм бактерий они составляли 78% от общего числа выявляемых клеток и такие данные позволяют их считать такие вот мелкие клетки считать пол, который позволяет бактериям сохраняться в антарктических почвах. Следующее, на чем мне хотелось бы остановиться, что при использовании в качестве модели зарядок из антарктических почв следует принимать внимание наличие биоплюнок, о которых тоже сегодня уже говорилось. И наличие таких биоплюнок может служить препятствием для десорции и реактивации бактериальных клеток из антарктических почв и влиять на показатели их численности, которые определяются как обычными учащенными методами, так и микроскопическими методами. В исследуемых почвах биоплюнки составляют непрерывный органогенный слой, который поддерживает определенную среду физико-химическую, геохимическую. Такие пленки обнаруживаются также ниже лежащие со слугой минеральных горизонтов. Вот здесь показаны на фотографиях эти биоплюнки, которые формируются на поверхности минеральных зерен и они являются очень важным показателем и особенностью как антарктических почв, так и подпочвенных осадков. Причем при сопоставлении данных сканирующей микроскопии осадков обычных я имею в виду в умеренной зоне и антарктических осадков, то здесь появление таких биоплюнок было более существенным. наиболее значимой задачей на мой взгляд при изучении антарктических почв и мёрзных осадков для того, чтобы экстраполировать полученные данные в астрологических исследованиях, необходимо все-таки выделить и разделять вот эти два места обитания. Определы сохранения жизни в двух местах обитаниях это антарктических мёрзных осадков, в которых реализуются стабильными условиями и в поверхностных активных горизонтах, которые формируются в почвах, которые формируются в нестабильных условиях. И это можно рассматривать как два типа места обитания. Основными направлениями дальнейших исследований на наш взгляд является расширение районов исследований мёрзных толщей антарктиды, усовершенствование методов выделения культивированных хорн с использованием регуляторов активации роста. Это проведение сравнительных исследований функционального биоразнообразия и функционального разнообразия и биоразнообразия в поверхностных и нежележащих мёрзных горизонтах в районах с разными климатическими условиями. Это исследование влияния условий формирования почвы на распространение по горизонту и активность микроорганизмов населяющих эти субстраты. Выявление лимитирующих факторов для развития жизнеспособных микроорганизмов в почвах и сохранения жизнеспособности в мёрзных осадках. Дальше применение мультисубстратного анализа активности микробных сообществ с выявлением предпочтительно утилизируемых субстратов в различных типах экосистем. Анализ биомаркеров и создание коллекции культур микроорганизмов изучения свойств обитателей различных типов экстремальных холодных систем. Я хочу подчеркнуть что для того чтобы решить понимание пределов сохранения жизни в этих двух местах обитания нужно было проводить исследования в этом направлении. Я хочу подчеркнуть что основные исследования проводятся по разнообразию и в меньшей степени уделяется внимание процессам влияния условия формирования конкретных параметров температуры влажности даже отделить например горизонт в почву что поможет как раз фактически выявить вот эти особенности и использовать их для астробиологических исследований. Что касается создания коллекции культур сейчас заканчиваем то сейчас у нас университет получил удар по названию МЭС КАВЧЕК и сейчас как раз мы создаем коллекцию таких вот организмов которые выделены из экстремальных местопитаний в том числе и астрологических и хаотических коч которые могут быть использованы для разных целей и как в модельных облитах для моделирования каких-то космических условий также точно и используем биотехнологии потому что изолярды выделенные из таких местопитаний обладают специфическими свойствами которые могут быть использованы в биотехнологии я постаралась просто обратить внимание основное на то что это два видов местопитаний которые должны быть исследованы в дальнейшем сцепетами сцепетами Продолжение следует...